и так ну что ж ария рума и маленькие любители покушать и сила того что покрыто камнем у микрофона как всегда ваш покрыл слугам амору и это великолепная сборочка майнкрафт стонблк 3 как я люблю это говорить и всегда об этом говорю за кадром произошли кое-какие маломальские в каком-то смысле в каком-то глобальном изменения и чтобы рассказать об изменениях нужно начать того что в прошлой части мы открыли с вами эти разнообразные подземелья открыли адский биом и между сериями я их полностью исследовал как и говорил в предыдущей части нашел очень много полезного лута и все себе залутал все давно это помещено у меня в хранилище а также благодаря тому что я там очень многое что изучал у меня получилось набить шарды которые мы с вами в прошлой части занимались и таким образом я получил здесь залутать себе 2 спавнера с пятым уровнем шардов здесь у меня находится визор скелеты и просто проклятая земля что позволяет здесь спавниться как визор скелетом так и обычным обувь лут которых у нас успешно попадает в наши дроверы а здесь же у нас обитают блэйзы лут с которых также успешным образом попадает в дроверы и вот так вот наша ферма мобов видоизменилась видоизменил здесь также немножечко сортировка но в основном осталось все то же самое исключение того что у меня все предметы сразу удаляются они сначала проходят по всем сундукам и только после удаляются но в принципе ничего нового это нужно было для того чтобы я открыл для себя оказывается у меня здесь есть легендарные сундуки этого я соответственно об этом не знал и у меня в распоряжении были только обычные а теперь когда я стали легендарные соответственно нужно еще раз проводить большое количество времени в фк и лутать эти легендарные сундуки и последнее что я успел сделать это немножечко автоматизировать систему здесь теперь у меня как я и говорил должны будут все ресурсы переплавляться успешным образом здесь и попадать в печки которые в этот раз у здесь необычные а незеритовые я скрафтил благодаря тому что находил гигантские объемы этого самого незерита в адском биоме а в частности в адской крепости и я думаю то что это очень хорошее вложение учитывая скорость переплавки этих печек потом нужно будет все печки в том числе и те заменить на незеритовые но к сожалению на заре тут требуется для этого какое-то колоссальное количество и также здесь у меня появился небольшой опытный обелиск в которой я могу весь опыт который у меня копится складировать и пользоваться им когда наступит необходимость а то я очень много часто в последнее время умираю не хотелось бы еще раз потерять все необходимое в этой же части я хотел бы заняться чем-то новым и в частности начать изучать мод который позволит нам получать пассивные ресурсы с курей у нас здесь есть для начала несколько видов куриц которые позволят нам комбинируя их получать разнообразного рода других куриц и сейчас мы будем с вами потихонечку этим заниматься но для начала нам потребуется большое количество я думаю вот этих самых яичек для того чтобы это все было организовано хотя бы в лучшем виде и здесь я уже за кадром подготовила необходимое нам количество ресурсов чтобы скрафтить каждую из этих куриц и начнем тогда по порядку для того чтобы скрафтить в принципе вообще ничего сложного не нужно только красители и яйца и все это у нас есть в гигантских объемах чему я несомненно рад выкладываем крафт и пошло это все крафтится к сожалению я никак пока что это и ускорить не могу здесь он у нас и так работает на износ буквально готова и получается у нас первая курица пошла пожалуй мне так придется скрафтить каждую хотя бы по штуке этой курицы следующая на очереди улице из белого красителя следующая курица из красного красителя как ни странно это очень достаточно проблематичный ресурс который мы могли бы здесь получить ведь я пробовал использовать землю для того чтобы получать роз и в этой версии сборочки это возможность отключена и мне пришлось использовать метод с битродом то есть со свеклой не пришлось ее здесь выращивать и только после этого получать красный краситель красную курицу мы получаем улицей из кремня тоже улице и soul senda дальше идет нас по порядку желтая курица как вы понимаете желтым красителем тоже у нас будет определенная сложность поэтому просто я использовал дробление и сульфур которые у нас получается благодаря вот этой вот системе желтую получаем следом нас идет нызеритовая деревянная песчаная а последнее списки у курицы из черного красителя который я получал благодаря тому что просеивал получается вот эти вот некротические кости в дробителе они картические кости берутся с этой самой фермы, где этих костей просто очень гигантское количество. Так я получаю себе последнюю недостающую курицу. Если кто смотрел прохождение второй сборочки стонблока, то там тоже были эти курицы, но, как я понимаю, они здесь немножечко видоизменены. И вообще здесь это другой совершенно мод. В любом из случаев нам нужно сделать так, чтобы эти курицы могли здесь размножаться, а для этого нужно создать немножечко стогов сена. Я думаю, пока что трех штучек не хватит. Ридеры мы сделали. Сейчас я их пока что вот здесь размещу себе. Скрашу я себе немножечко экспортеров и подсоединю вот таким вот здесь образом. А в эти экспортеры я запихнусь обычные семена, то мне не приходилось постоянно это все делать из ими системы, и могло бы это все в автоматическом режиме начинать делаться. И получается, как только мы зайдем сюда, мы увидим, что эти семена здесь автоматически появились, и они здесь начали автоматически складироваться. И это нам поможет очень быстро и эффективно размножать этих самых куриц. Мне потребуется также любой здесь сундук, в котором эти самые курицы у меня и будут складироваться. И когда же все приготовления были выполнены, то можно, наверное, и заниматься начинать селекцией. У нас здесь есть куча куриц, которые можно было бы вывести и в лучших объемах. Я бы хотел начать, наверное, с обсидиановой курицы, плейзовой курицы, которая сильно понадобится. И, наверное, остальные не так сильно и нужны. Наверное, в маломарьских объемах придется вывести их всех. Например, для вывода обсидиановой курицы что нужно? Вода и лава. Для того, чтобы сделать водяную курицу, нужна порох и снег. Для снега нужна ляпис лузурит и дерево. А ляпис лузуритовая курица делается достаточно легко и тоже она является одной из базовых. Но почему-то я ее не сделал. Но сейчас надо будет сделать. И получается, древесная курица тоже является одной из базовых. Но сейчас это легко сделать. Синюю курицу я себе получаю. Получается, я ее должен запихнуть сюда вместе с деревянной курицей. Все, у нас пошел процесс скречивания, но это идет крайне долго. Поэтому в сборочке здесь есть такой интересный предмет, как вот такая вот сумочка. Которая, я как понимаю, она должна ускорять течение времени различных предметов. Делаю золотые блоки. Также делаю здесь эту самую сумочку. Даже квест выполняю. А, во, заработало. И у него есть, я так понимаю, определенный кулдаун на то, чтобы это все работало. Вот, течет время. И здесь, пока это время течет, мы видим то, что процесс скречивания ускоряется. Ну ладно, в любом случае этот процесс очень медленный. И мне, конечно же, это не нравится, но ничего, к сожалению, сделать с этим мы не можем. Придется ждать и выполнять здесь разного рода селекцию. Ну а во втором же бридере я начал пока что здесь скречивать курицу из кремния и курицу из досок. Для того, чтобы получить курицу из лавы. А, даже так. Сразу же с первого раза здесь получается угольная курица. Ладно. Теперь ее скрачиваем с незеритовой. Я думаю, уйдет пока что процесс скречивания. Это будет очень долго. Я хотел бы здесь выполнить и забрать, наверное, все квесты, которые нам даются. Награды, по крайней мере, за них. И нам дали целую кучу разнообразного рода предметов. Я думаю, даже куча из них больше не нужная. Бесконечные воида-брейды, которые достаточно легко делаются из обсидиана. Это, конечно, полезно. Спасибо. Здравствуйте. И снова, буквально снова же нам дали лавовую курицу. Очень приятно, спасибо. Останется для того, чтобы получить здесь себе обсидиановую. Только вода, которая делается очень небыстро. И что-то как-то не очень хочет шанс торкать на то, чтобы получить эту курицу из снега. Хотя шанс 20% должен был давно торкнуть, на самом деле. Пока все равно сделать мы здесь ничего не можем. Нужно, наверное, заняться автоматизацией. Мне, как я давно это хотел сделать. И, в принципе, неплохо было бы это и начинать. И начать автоматизацию я хотел бы с помощью мода Refined Storage. У меня здесь есть, по-моему, где-то пространство, прекрасно созданное для этого. Поэтому вот этот вот чанк идеально для этого подойдет. Сейчас нужно его немножечко тогда расчистить. Наконец-то! Получил я себе здесь снежную курицу. Дальше у нас на очереди пороховая курица. Сейчас же мне нужно в этом квадрате размещать, начинать автокрафты. Автокрафтами у нас занимаются вот такие вот крафтеры, в которые нужно запихивать различного прода предметы для автокрафтов. И здесь они, я думаю, очень легко и элегантно будут располагаться. Также я сюда запихиваю апгрейды, для того, чтобы это все происходило в лучшем формате и гораздо быстрее. По всей базе, я думаю, мне придется размещать провода, для того, чтобы автокрафты работали наилучшим образом. Так, сейчас сюда мы загружаем, получается, все. Три автокрафтера полностью загружены, они здесь располагаются. И также, наверное, ME-систему нужно будет разместить туда. Ну а пока я просто туда размещу кабели. Ведь в любом случае, мне придется их туда везти. Последний кабель я себе здесь размещаю, и они уже засветились у нас разнообразными цветами, которые мы, в принципе, им и даем. И значит, это все начало работать. Это очень хорошо. И значит, всю эту систему с кабелями можно успешно закрывать в декоративных целях. Я очень бы хотел узнать, как делать беспроводную систему с помощью Refinet Storage. Ну а пока я просто сделаю здесь, наверное, себе Redstone Grid и также еще один Crafting Grid. Для того, чтобы попробовать это все организовать. Квесты мы выполняем, и его, я так понимаю, нужно подзарядить немножечко. Все готово. И теперь как-то мне тебя нужно законнектить. Я пока не помню как. Вот, получается, транспинтер, я так понимаю, нужен. Создаем его. Размещаем, пожалуй, где-нибудь пока что здесь. И все это готово. Получается, на расстоянии 16 блоков от этого трансмиттера я могу себе открывать эту систему. Ну достаточно нормально, в принципе. Я согласен на такие условия. Просто нужно этих будет трансмиттеров разместить везде и всюду. В этом случае тут все готово тогда получается. Сейчас же мне нужно будет вот эту вот систему немножечко убрать, наверное, отсюда. Система именно создания процессоров. Потому что эта система должна будет, по моим планам, переехать в ту часть нашей базы. И как раз здесь прекрасная возможность показать, как работают эти автокрафты. Мы просто здесь с помощью паттерна Грида создаем крафт, который нам нужен. С помощью паттерна здесь создаем пример, как должны крафтиться эти, соответственно, трансмиттеры. А потом мы должны разместить этот паттерн, в котором уже есть записанный рецепт какой-нибудь крафтер, которые здесь у нас уже размещены. То есть мы просто его здесь размещаем. Также я, наверное, себе где-нибудь вот здесь вот размещу трансмиттер, чтобы я мог пользоваться беспроводной сетью. И смотрим. Получается, я должен себе здесь трансмиттер. Вот у нас появился в ячейке крафта, и мы можем создавать их в бесконечное количество, сколько нам потребуется. Теперь же вот в этой части, именно вот в этом чанке, я хотел бы разместить тот самый предмет создания, который нам был необходим здесь. То есть я хочу, чтобы вот эта система, которая была у нас здесь, она была полностью автоматическая и была бы здесь размещена успешным образом. Система ничем не будет отличаться от той системы, которая у нас была до этого ранее. Наверное, за исключением того, что у нас сразу процессоры будут попадать в печку. Но не в обычную, а я, наверное, сразу ее улучшу до какого-нибудь другого вида. Вот, например, до железного, золотого, алмазного, изумрудного, обсидианового и до назеритового нам как раз не хватает назеритовых слитков. Но пока что, я думаю, обойдемся и обсидиановой печкой. То есть у нас будет здесь вот загружаться сюда, получается, процессоры, они будут проходить цикл обработки и заходить сразу же в обсидиановую печку, и отсюда они должны будут забираться. Если так у нас система будет работать, то вот эти вот дроверы нам будут не нужны. Для того, чтобы запитать эту систему, нам потребуется, как ни странно, электрический мотор и вот такая вот бандурина вместе с большим колесом. То есть это размещено должно быть как-то вот так. Сюда мы должны подавать крутящийся момент, пока что я не знаю какой именно, и это должно быть вот так вот запитано. Сейчас нужно, конечно же, это только все засоединить. И допустим, сейчас сюда я подвожу каким-нибудь образом электрическую энергию при помощи флакс-точки. Подключаем это к сети Mamoru. Все готово, все у нас пошло создаваться. Он, получается, сейчас ровно столько кинетического момента отдает. Я бы не сказал, что скорость меня устраивает. Так что я думаю, скорость у электрического мотора нужно будет потом поднять. Сейчас же нам нужно, получается, эту систему с помощью кабелей, парочки импортеров и экспортеров соединить с вот этой вот системой. Экспортеры и импортеры нужно для того, чтобы забирать или отдавать предметы в какой-либо определенный ресурс. Например, вот в эту печку я хочу, чтобы с помощью экспортера сюда закачивалось постоянно какое-то топливо. Для этого я должен поставить сюда экспортер, выбрать вид топлива, который я буду сюда закачивать, ну, допустим, скажем, уголь. И вот пока у нас в системе есть уголь, он будет поставляться в нашу печку. Только нужно, конечно же, здесь сделать так, чтобы у нас этот уголь с правой стороны мог приниматься. И сейчас мы это все соединяем с нашей системой, конечно же, подземным образом. И как только сюда я провода соединяю, успешно весь уголь из системы начал попадать в нашу печку. Дальше мне понадобится импортер, который будет забирать все пережаренные печкой предметы и помещать ее в систему. Для того, чтобы эта вся система начала работать, мне понадобится скрафтить еще один крафтер, как ни странно. Создаем его. И его нужно здесь разместить именно к вот этому драйверу. Так, чтобы вот эта вот его ячейка смотрела именно на драйвер. И осталось его также подключить к сети. Готово. Получается, эта система у нас завершена. Только останется здесь настроить сами крафты. А, я забыл еще об одной вещи. Конечно же, эта вся система не будет у нас работать без еще парочки экспортеров. А именно трех штучек, которые я должен разместить вот на эти самые руки, которые здесь у нас занимаются всеми процессами необходимыми. Их также мы подключаем к сети. И для их создания мне потребуются три вещи. Сначала процессор беднинги, потом силикон и редстоун. И я должен их сюда вот получается поместить в таком же порядке, как они и есть. Все, они успешно помещены и руки их успешно приняли. Но, к сожалению, они в таком формате не будут всегда работать. Например, я имею ввиду то, что для создания вот этой связки процессора мы должны произвести еще какой-то крафт для него. То есть, предварительно выполнить какой-то крафт. У нас здесь есть в моде, по идее, должен быть крафтинг апгрейд. Который нам здесь и понадобится. В количестве двух штучек. Допустим, тот же самый рестон мы можем получать просто так. Но вот этот вот силикон и вот эти вот связки мы получать не можем. А значит, в них мы должны закинуть апгрейды. Тем самым образом, если, допустим, у нас в системе не будет хватать вот этих вот элементов, то наша система будет искать способы скрафтить эти самые элементы для того, чтобы их сюда разместить. И она будет их сначала крафтить, а потом только сюда размещать. Ну, соответственно, нужно в эту систему разместить эти самые крафты. Но это сделаем мы как-нибудь чуть попозже. Для начала нужно сделать паттерны для крафта. То есть нам нужно сделать процессоры вот таким вот образом. То есть из железа мы будем сразу получать вот такой вот базовый процессор. Железо, базовый процессор. Мы сделаем процессинг и делаем вот такой вот шаблон получения из железа базового процессора. То же самое нужно сделать с золотым и алмазным. Вот эти вот три процессора, получается, мы размещаем в наш OAK драйвер. Давайте попробуем заказать вот эти вот 64 Advanced процессора. Вот, все и пошло. Здесь успешно все начинает работать. Успешно все начинает помещаться в нашу печку И, соответственно, из печки Все это идет сразу в имя систему И вот они, процессоры у нас начинают появляться Единственный момент То, что эта система будет работать только когда У нас есть эти элементы И мы не сможем узнать заранее Кончится ли у нас в этих руках Необходимое количество элементов И, к сожалению, пока что я не знаю, как этот момент исправить И у нас что-то с курицами Очень все плохо, дела обстоят Что-то они не очень-то и сильно хотят размножаться Ну и ладно, думаю, мне придется сейчас Достаточно большое количество времени уделить этому Ведь без этого мы, к сожалению, пока что продолжать Особо это и не можем, на самом деле Ну и с момента предыдущей сказанной фразы Прошло достаточно большое количество времени Все это время я занимался размножением и селекцией куриц Ну и также немножечко, пока было время Видоизменял нашу всю базу Теперь наше вот это вот пространство Здесь выглядит именно вот таким вот образом Я решил немножечко видоизменить здесь декор А также сделал небольшой лифтик сюда Где у нас располагаются обычные наши крафтеры Также я вот эту ферму дерева полностью здесь снес За ее ненадобностью Поскольку теперь у нас есть курица И курица, оказывается, это просто невероятная имба в этом моде Как было сказано, я здесь занимался и их селекцией И так у меня удалось вывести пока что Некоторых интересующих меня куриц Здесь у меня появились золотые, блейзовые, железные Ну и еще остальных по мелочи У меня сейчас есть два вида куриц, которые нет у меня на базе А все остальные я умудрялся размещать вот в этой части Под той самой фермы дерева, которая была у нас здесь организована до этого У меня уже есть немножечко здесь видов куриц Которые просто здесь размещены И все эти драйверы подключены к сторож контроллерам Которые уже в свою очередь подключены к нашей ME системе Благодаря External Storage Это такой блок, который у нас при размещении на какой-то элемент хранения Помещает весь его инвентарь в нашу ME систему Так у нас допустим здесь уже начинают отображаться все алмазы Которые здесь произведены И мы их видим все абсолютное количество Помимо этого я разместил то же самое Буквально у нас такое вот хранилище на все вот эти предметы Которые падают с этих двух мобов И по-моему где-то еще вот здесь вот тоже размещено хранилище Которое помещает все ресурсы с промывки тоже в нашу ME сеть Так у нас появляется гигантское количество предметов в ME сети Большая часть этих самых предметов у нас из ME сети Не размещена в нашей получается вот этой вот ячейке для хранения предметов Что несомненно меня радует И так у нас получается почти 2 миллиона различных родов вещей хранить Так как слишком много у меня стало блейз родов Я решил пока что временно вот этот вот спавнер отключить Тем более что опять таки у меня есть курица Которая производит эти самые блейз роды Вот допустим у меня здесь есть компактный драйвер Под него я размещаю железную курицу И также размещаю здесь золотую себе курицу Они производят гигантское просто количество предметов с гигантской скоростью Ну и соответственно если у них будет нормальная прокачка От них предметы я помещаю буквально вот сюда вот И они уже автоматически начинают попадать сюда И то же самое я делаю буквально с железными слитками Мы набираем iron И вот успешно у нас железные слиточки попадают в нашу ME систему И все это начинает успешным образом крафтиться просто в невообразимых объемах Впоследствии у меня будет достаточно большое количество времени Чтобы вывести остальных куриц которые мне здесь нужны Но пока я занимался тем что выводил только тех куриц Которые мне понадобятся в дальнейшем Теперь я то есть целиком и полностью уверен в этой системе То что она у нас не остановится И на самом деле я бы хотел немножечко ее видоизменить сейчас Поскольку она меня не совсем полностью устраивает Меня не совсем устраивает то что в наши деплойеры Попадают предметы только когда они есть в системе Немножечко поизучав эту тему более пристально Я выяснил как изменить этот небольшой нюанс Крафтер у меня здесь как был так и останется Только он теперь будет размещен немножечко в другой предмет Он будет у меня смотреть на наш storage контроллер То есть я его размещаю где-то примерно вот здесь вот И смотрящий на него я размещаю крафтер Теперь мне понадобится немножечко драйверов То есть мне понадобится один драйвер разместить вот сюда вот Где он и был до этого А три остальных будут размещены у нас над этими самыми руками Теперь мне нужно все их соединить с нашим вот этим драйвером Они успешно закрепляются здесь И теперь я должен каждый из этих драйверов закрепить И теперь на них появляются замочки Теперь я в них должен разместить те самые предметы Которые и будут здесь получается появляться И в принципе сейчас я думаю самое время сюда передавать крутящийся момент И вот таким вот образом я решил это все здесь себе подключить И вот как раз теперь я получается себе должен немножечко все эти рецепты крафтов изменить Допустим у меня из железа плюс силикона Родстоуна и процессор связки Получался бы один такой процессор Делаем шаблон Его я должен как-то поместить вот в этот крафтер И давайте попробуем сейчас это заказать И скажем сразу 64 штучки У нас по идее пишет то что все готово И давайте смотреть будет ли это все создаваться Но что-то я видимо здесь напутал Аааа я вспомнил в чем дело То что у нас просто так драйверы работать не будут Все дело в том что им нужен специальный модификатор Здесь нужны пушер апгрейды То есть он будет отсюда выталкивать предметы И именно таким образом у нас эти процессоры будут создаваться Ну а часть переплавки мне убирать здесь абсолютно нет никакого смысла Поскольку и так все успешно работает Ну и сейчас я тоже самое по идее должен настроить Только с золотом и алмазами Готово Теперь это все помещается сюда И давайте чисто ради примера попробуем это все заказать И да как я погляжу Оно полностью успешно справляется Единственное что не справляется наша обсидианная печечка В будущем мы ее сможем проапгрейдить до более лучшей ее версии И все тогда у нас точно будет отлично И последнее что я хотел бы сделать на сегодня с вами Это попробовать разобраться с визер скелетом Я конечно понимаю то что у меня супер пупер броня Но все таки парочка яблок ночи не помешают И я думаю то что мы полностью с вами готовы Для того чтобы пойти и убивать этого самого визер босса Размещаем И он появляется Я очень сильно надеюсь что он не сможет пробить это стекло Ага не сможет конечно Возможно для того чтобы его более успешно убивать Надо было просто заблевать территорию Тогда он точно не смог разрушать стеклок Но самое главное это результат То что я смог выбить себе здесь звезду из Незера А остальных визер скелетов я думаю поубиваю здесь за кадром Для того что вернуться обратно я как раз воспользуюсь темпадом Прям обожаю этот мод И с помощью этой самой звезды я смогу сделать просто какие-то колоссальные и очень увлекательные вещи Например те же самые карты бесконечного доступа Но для них потребуется очень большой колоссальный объем энергии Добыть которые мы сможем только в следующей серии Скорее всего следующая серия будет целиком и полностью посвящена моду по ВАХ и его изучением Ну и в таком случае пожалуй на этом все Всем спасибо что смотрели У микрофона было как всегда Ваш поклон слуга Мамору Еще услышимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok